За окнами еще лежит снег, да и холода не отступают, а подготовка к работе летних оздоровительных лагерей идет уже полным ходом. Дети и их родители, вожатые педагоги очень надеются, что этим летом лагеря и турбазы будут работать. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все летние лагеря региона были вынуждены отказать отдыхающим в заездах. Сегодня ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется. Таким образом, есть высокая вероятность того, что летний отдых у мальчишек и девчонок нашего края неизбежно состоится. Мы привыкли работать в трехнедельном формате, в этом году многие работают в двухнедельном формате. И это, конечно, психологически комфортнее для маленьких детей, потому что не каждый родитель отпустит совсем маленького малышку на три недели без возможности увидеть, обнять маму. По распоряжению Роспотребнадзора в лагерях в этом году будут действовать два существенных нововведения. Во-первых, это ограничение по загрузке. Разрешена заполняемость лагерей только на 50%. А во-вторых, все оздоровительные детские учреждения становятся закрытыми территориями. Не будет так называемого родительского дня и дополнительных въездов и выездов. Мы приложим все усилия вместе с вами для того, чтобы эта лагерная история этого года была ярче, чем все остальные. Ярче, интереснее, продуктивнее и для детей, и для родителей, и для вожатых, которые будут работать с нашими детьми. В ходе совещания свое мнение также высказал главный предприниматель региона Руслан Гайнадзинов. Наша задача сейчас действительно стартовать продажи, потому что сейчас нельзя упустить наших детей летнюю смену. Уже вовсю, значит, продают наши коллеги и соседи. Сейчас нужно в эту смену войти и продажи эти открыть. Старт продажи путевок запланирован на 1 марта. Непосредственно за пару дней до заезда в лагерь ребенок должен пройти медосмотр у участкового педиатра, получить справку об эпид-окружении и отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом. С учетом стремительно меняющейся положительной динамики по заболеваемости COVID-19, летнему отдыху у детей Ульяновской области в этом году быть. Антон Никонов, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.